Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы администрации города Шумерля Андрея Броницына, обвиняемого в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в сентябре 2011 года обвиняемый дал указание подчиненной сотруднице изготовить акт обследования частного жилого дома, куда включить несоответствующие действительности сведения, что он не пригоден для последующего проживания и подлежит сносу. В последующем, на основании этого документа, он издал постановление, в соответствии с которым признал проживавшую там женщину, нуждающуюся в улучшении жилищных условий и имеющую право на обеспечение жильем. На основании этих документов, в последующем, Министерством здравоохранения и социального развития Чувашской Республики жительнице этого дома была предоставлена единовременная денежная выплата в размере свыше 990 тысяч рублей, которые в последующем были направлены ею на приобретение новой квартиры. А старый дом, в котором она проживала ранее, был продан. Однако, как следует из материалов уголовного дела, этот дом, как и до эффективного признания женщины, нуждающейся в улучшении жилищных условий, так и в настоящее время фактически пригоден для проживания. Кроме того, будучи главой Андрей Броницын, незаконно предоставил предпринимательнице земельный участок в собственность по явно заниженной стоимости, примерно на полмиллиона рублей дешевле. Коррупционные преступления в сфере землепользования, к сожалению, лидируют в структуре правонарушений, совершаемых на уровне органов местного самоуправления, отметил руководитель Следственного управления Следственного комитета России, Пучуваший Александр Мегушев, на заседании Совета по противодействию коррупции. Анализ этой работы показывает, что большинство преступных действий связанных с незаконным отчуждением земельных участков. Примером это являются уголовные дела в отношении главы Старбокосинского поселения Чуваксарского района Григорьевой, бывшего главы администрации города Шумерля Броницына и первый заместитель главы администрации Порецкого района Куторкина. Все это свидетельствует о том, что необходимо усилить контроль за деятельностью органов местного самоуправления, а также ликвидировать правила в законодательстве, регулирующем земельные правоотношения.